Песня Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы расскажем вам о дивном подвижнике, о старце Алексею Засимовском. Ему в свое время довелось даже выбирать патриарха. Кого он выбрал, тот и стал первостоятелем нашей церкви в 1917 году. Нет, конечно, патриарха избирает собор, но жеребий с именем нового святейшего владыки вытянул именно отец Алексий. За что же была ему оказана такая честь? Участники собора посчитали его достойным того, чтобы именно его рукой Бог указал православной пастве ее нового первосвятителя. Им стал великий святой XX века, святейший патриарх Тихон, исповедник веры. Если бы в детстве отроку Федору, так звали отца Алексея, до принятия монашества, сказали, что предстоит ему подвязаться в монастыре и даже участвовать в грядущих судьбах нашей Родины, он немало бы подивился. Хоть и любил он молитву и пост, и искренне говорил, подсолнечное масло мне прямо родное, но быть монахом ему нисколько не хотелось. С малых лет зачитывался он книгами о путешественниках, а вот семинарские науки ему давались туго, потому и не пошел он в духовную академию, а завел семью, принял сан диакона и стал усердно служить в московском храме святителя Николая в Толмачах. Недолго продолжалось его семейное счастье. Любимая супруга в скорости умерла, оставив на руках отца Федора малютку сына. Трудно было ему переносить одиночество. Сынешку взяла на воспитание теща, а самому отцу Федору порой было даже не с кем и словом перемолвиться. Тогда-то, вероятно, и появились у него первые мысли об иноческой жизни. Они пришлись ему по душе, но он все-таки отогнал их, как нечто в ту пору совершенно невозможное. Я должен поставить сына на ноги, и вывезти его в люди, твердо сказал он себе, уходить в монастырь мне сейчас никак нельзя. И еще целых 25 лет служил отец Федор диаконом в родном храме. А потом был рукоположен в священника и назначен в Успенский собор Кремля. Сын к тому времени уже вырос и стал инженером. И опять, теперь уже с новой силой, нахлынули на отца Федора, думая о том, что пора бы оставить сей многомятежный мир и удалиться в тихую пустынь. Горячо молился он Богу, чтобы дал он ему хоть какой-то ответ. И Господь с ответом не замедлил. Как-то раз отец Федор был в Троице-Сергиевой лавре. Там купил он себе простые деревянные четки. Это не укрылось от взора одного из знакомых ему еромонахов. Тот, словно читая его мысли, сообщил, недалеко отсюда есть одна пустынька, Зосимовый называется. Вот бы вам туда попробовать устроиться. Отец Федор послушно направил туда свой путь. Но оказалось, одного желания уйти от суетного мира и стать монахом было мало. Строгий игумен Зосимовой пустыни сомневался, что московский протеерей, который привык быть на виду, принимал многие почести, и разговаривал с высокопоставленными государственными деятелями на равных, сможет от всего этого отказаться. Отец Федор не возражал, только перебирал деревянные четки и кротко просил иночества. «А что есть самое главное для инока?» вдруг спросил игумен. «Смирение», ответил ему московский протеерей. Тогда лицо игумена зримо просияло, и он тихо сказал, «Да, он из наших». Так отец Федор был принят в Зосимову пустынь. Вскоре его постригли в ера монаха с именем Алексий, дали послушание, исповедовать молодых монахов и паломников. И сразу все его назвали веселым батюшкой. Радость у старца Алексея источалась и из кроткого лика, и из каждого слова. И хотя люди чаще всего приходили к нему с печалями и невзгодами, никто не видел его хмурым и удрученным. «Я все переживаю с вами», говорил он одной своей духовной дочери, когда у той было большое несчастье. «И я пережил это горе с тобой, и вот оно где у меня осталось». И отец Алексий показал на свое сердце. Да, сердце старца впитывало в себя всю земную скорбь и для всех отзывалось радостью и утешением. Даже отъявленные безбожники-большевики, захватившие власть в 1917 году, не посмели сделать благодушному отцу Алексею никакого зла. «Заблудшие они», не раз говорил старец, «только благодать молитвы может разрушить вражду к нам новой власти». «Молитесь, и стена ненависти падет». Незадолго до кончины старец составил молитву, которую принято считать его завещанием. «Господи Боже наш!» тихо шептал он ослабевшими губами. «Прости нам вся прегрешение наше, вольное и невольное. Во всем да будет Твоя святая воля над нами грешными. И ими же веси судьбами. Спаси нас, недостойных раб Твоих». «Я и умру спокойно», говорил отец Алексий своим чадом. «И буду ждать вас там». И старец сделал движение головой вверх. И действительно, сбылись его слова. Церковь прославила отца Алексея в лике святых. «Где ныне святой старец, там окрест. Стоят и его духовные чада. Все они едиными устами славят воскресшего Господа. И пасхальная радость уже никогда не угаснет в их сердцах». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин